Проект землепользования и застройки. Более детальный документ, разработанный на основе генплана 2016 года. Это правило землепользования и застройки. Конечно же, это правило, в принципе, застройки, если так простым языком сказать. Но это документ, который нам, ну, прежде всего, описывает градостроительные регламенты. То есть это, как я могу строить, что я могу строить, в каких параметрах я могу строить. То есть это основной документ, который нужен и простым жителям, и, соответственно, инвесторам, и застройщикам. Почему именно для инвесторов? Документ четко и понятно объясняет, что потенциальный инвестор может построить на каком-либо участке земли. Можно ли планировать многоэтажное строительство, промышленную зону. Документ открытый и доступный. Посмотреть его можно на сайте городской администрации. В этот документ вкладываются предельные параметры строительства. Да, как я уже сказал, вот и на встречах мы говорили, что здесь есть определенные требования, которые ужесточают по многоквартирному жилищному строительству. То есть, например, количество парковочных мест. Если раньше определялось 150 машиномест на 1000 жителей, то сейчас это 10 мест на 1000 квадратных метров. Это, как отметили на встрече с местными жителями, более удобный расчет парковки. Мест новый документ предполагает больше. Там также есть коэффициент плотности застройки, коэффициент застройки и так далее. То есть, отступы от границ, отступы от красных линий. То есть, много достаточно параметров, которые регламентируют застройку. И, вероятно, это поможет избежать точечной застройки. Подобные встречи, помимо Большого Полпина, прошли в Радице-Крыловке и Белых берегах. Встреча состоится также в Советском районе Брянска. Все это в преддверии публичных слушаний по проекту. Первые из них назначены в Радице-Крыловке 23 июня. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов. События. Брянск.